ребят всем привет сегодня у нас суббота замечательный как вы видите в плане погоды день и давайте сегодня еще разок устроим такие семейные покатушки мы уже потихонечку вот здесь вот собираемся упаковываемся благоустраиваем сидение да я такой хоть какой-то но все-таки ветровик на коляску прицепил чтобы ну просто меньше дуло детеночку в лицо мотоцикл готов заправлен сейчас вот это вот вся команда тоже соберется и поедем сегодня план выехать за город куда-нибудь ну все-таки подальше чем прошлый раз доехать возможно до какого-нибудь водоема несмотря на просто адовое количество мошкары в нашей всей гомельской области попробуем там может быть немножечко как-то посидеть такой импровизированный пикничок устроить идет процесс уговаривания ребенка на надевание шлема то он что-то как-то не очень порадовался давай я тебя одену чтобы не зацепить иди сюда подыми голову и он тебя не коснется подымай вот я тебя я же не касаюсь тебя даже вот все все дай-ка шлем сверху так вот поправим о красавчик так ну что начинаем процедуру запуска краник теперь обогатитель прокачиваем хорош зажигание не понял теперь понял отлично пусть греется впрочем обогатитель можно уже наверное выключить сразу оборотики поднялись так ну и как с этим утровичком удобно вам залазить удобно залазить было с утровиком ну отлично хорошо хорошо давайте поедем едем в сторону речицы что мы поедем на реку днепр отъехали от дома теперь давайте кратчайшим путем краю города кратчайшим краю сильно тут не разгонишься у нас по району детей много гуляет вот так вот с мамами фиг знает из-за какой машины он может выскочить по этому замечательному месту едем направлению краешку города немножко потолкавшись по частному сектору мы сейчас подъехали к улице барыкина улица это интересно тем что вот начиная с этого перекрестка вот туда в ту сторону не будет ни одного жилого дома исключительно промзона большое количество всяких не знаю заводов фабрик каких-то может там ремонтных мастерских даже что-то там есть еще всякие торговые даже места присутствуют там строительных супермаркет и все такое но ни одного жилого дома дальше нет и улице это ведет в общем то прямо можно сказать на гомельскую обездную то есть до конца города такая довольно большая улица не самая большая не самая длинная по гомелю но такая серьезной длины вот и выехали мы на трассу она у нас городе называется реческая трасса за вообще это конечно трасса идет на город пресс на польшу на европу это вот прямо если ехать по этой дорожке туда и попадешь никуда не сворачивая но в доме ли эта трасса называется речицкая потому что первый более-менее серьезный город который на ней расположен это речица и вот по этой самой реческой трассе сейчас прожарим километров уже не помню сколько 20-30 до реки днепр там поищем какое-нибудь место где можно разложиться как это провести культурно время скажем так скорость держу примерно 6570 вот этому спидометру он рассчитан на восьмую пару у меня стоит десятая пара в редукторе скорость сейчас так по ощущениям ощутимо выше чем 6570 я думаю где-то в районе 80 едем ну едем балдеем погодка ништяк компания отличная мотоцикл тащит что еще надо так что-то происходит мотоцикл теряет мощность причем так хорошо теряет мощность постепенно останавливается на 3 на 3 все получше 3 набирает обороты но уже не так резво что-то непонятное так давайте мару отключил фару ничего не изменилось это конечно остановиться по-хорошему до разобраться надеюсь блин стоять то ну вот вот вообще негде на обочине но запущено такая что не тенька тебе ничего нет так ну давайте посмотрим обороты холостые перестал держать так заслонка открыта не ну так с большего держит но не сильно постукивает мотор может мы перегрелись горячо но оно и должно быть горячо когда на трассе вжариваешь непонятно ладно давайте подостынем так пока мотоцикл остывает сначала я проверил поступает ли нормально бензин карбюраторы как видим по луже он поступает а потом выкрутил свечки увидел вот что сейчас покажу блин они горячие брать руками не хочу поэтому приходится вот так вот изгаживать это свеча правого цилиндра и она выглядит более-менее неплохо вот эта свеча левого цилиндра она показывает нам что смесь явно бедная то есть вот этот цилиндр беднит ну что ну уж слишком она беленькая с едва едва наметившимся серым нагаром надо будет конечно и жаклеры основное что надо сделать это посмотреть но сейчас может быть хотя бы приподнять иглу оно конечно на оборотах выше средних не сильно влияет но может быть ситуация станет хоть чуть-чуть лучше ладно но в любом случае нужно чтобы мотоцикл остыл и понять а что не так потому что если нагрелась катушка и катушка голову дурит это будет проблемой катушки у меня запасной с собой нету так в общем надо как-то уезжать отсюда да поскорее потому что жрут заживо тут далеко есть заправка принято решение попытаться хоть как-то до нее дотянуть чтобы хотя бы ребенка с женой ну завести в помещение потому что потому что ужас ой поехали короче скорее едем хоть как-то буду обороты такие невысокие держать не сильно быстро ехать просто доехать до заправки потому что стоять там было просто невозможно первое там минут пять-семь еще как-то а потом вообще ужас вон местные жители видели в накомарниках потому что без накомарников это просто атища давненько такого года не было чтобы вот прям столько мошек очень много очень блин жирают заживо заживо ребята еще ходили в саму будку в эту заправочную карточки блин не принимают ну ё-моё как так-то карточки не принимаем на белорусской заправке ладно а меня здесь жрали заживо поэтому я вот такой вот злой раздраженный поднял иглу поднял иглу на карбюраторе может станет лучше но есть у меня ощущение что это греется катушка и начинает выдавать перебои а катушку хотел ну просто крышку переднюю с двигателя снять чтобы лучше обдувалось и блин забыл шестигранник дома выложил из набора инструментов и сейчас его нет пойду на заправку схожу может там шестигранники продаются куплю чтобы прям в рот залезают чтобы открыть крышку и мотор охлаждался лучше не мотора конкретно катушка зажигания в общем пойду схожу может удастся разжиться шестигранником все дети упаковываются будем залазиться и ходу отсюда ходу так после переборки перестановки иглы карбюратор на месте ход у него нормальный ну-ка началось ну что ты выпемливаешься так ладно разворачиваем немножечко заднюю меня лень включать и поехали было принято решение на речке тусу сегодня отменить потому что жрут заживо и это мы не возле воды сейчас а что будет возле воды так и подумать страшно но с другой стороны ребеночку-то речка обещана и вот мы тем не менее сейчас едем в сторону Днепра тусить мы там вряд ли будем но заехать обязаны получается ну потому что ребенку обещали нужно слово держать так никого у нас там сзади ну едет мотоцикл неплохо может просто подостыл будет видно давайте доедем до речки ребята наконец-то здесь были нормальная дорога сколько лет мы ее ждали вот этот участок после моста и этого поворота сам город речится здесь так уже раздолбанно все раньше было а сейчас посмотрите считай что хайвей автобан еди радуйся вот едем радуемся 70 по этому спидометру может быть это в районе 85 в реале красота ну и в общем то не нашли мы съезда к реке Днепр везде широкая вода это еще поводок не сошел до конца и подъехать к воде ну в общем то в более менее нормальном месте возможности нет поэтому курс опять на Гомель и не на Днепр поедем а на реку Сош которая протекает собственно в Гомеле уж там то мы все места знаем как подъехать к воде знаем что нибудь придумаем выкрутимся и не придется краснеть перед детенком ну а пока мотоцикл едет едет как бы нормально я сейчас чуть-чуть бросил скорость но до этого ехал и немножко быстрее и честно говоря что это было почему мы в какой-то момент теряли мощность ну можно только предполагать причины я не нашел но честно говоря на процентов 90 уверен что это катушка которая шибко нагрелась и начала какие-то ну не те искры давать слабенькие искры ну не знаю это конечно теорию надо будет проверять отдельными заездами но уже без семьей без семьи как-то одному с запасом катушек с собой и это не сегодня это явно не сегодня а сегодня едем получаем удовольствие ближайший водоем оказался у нас совсем недалеко от въезда в гомель со стороны речицы но это надо вот через такие колоритные места проехать прям раритетные транспорты какие-то старые стоят дорога песчаная все как в детстве в общем такие только тогда мотоцикла не было и не за рулем я был но ощущения примерно те же хотя вот домик как бы мысли о детстве не вызывает такой домик приятный на вид так вот где-то здесь нам надо свернуть ребятки прогулялись к водичке мы свое обещание выполнили ребенку реку показали ну как бы не то чтобы это совсем река но такой довольно большой заливчик старик озера не знаю как правильно походили погуляли уральчик тем временем чуть подостыл я вот такое новшество еще сюда добавил когда мы туда ехали потому что ветровик этот он не то что не родной он даже не заводской и у него здесь видите такая щель тут как бы был полок но он не очень сочетался с уже существующим не по цветовой гамме не по как это способу присоединения поэтому я его убрал а на больших скоростях когда задувают о картоночка отлично отработала в общем мотоцикл сейчас подостынет мы немножко еще здесь потусим здесь кстати на удивление меньше мошек прям сильно меньше хотя казалось бы вода рядом да и поедем уже может в сторону дома урожай урожай собрала жена шишек как медведь все побыли у воды надо отсюда ноги делать а то тоже мошки начали уже собираться поначалу как только приехали их не было а вот постояли минут десять слетелись блин со всех краев так что все едем домой как-то у нас во дворе мошек сильно-сильно меньше хотя вот частный сектор вроде бы но прям в разы в разы меньше и мешают они естественно не так сильно не так люто едят нас когда там во дворе сидишь ух приехали даже какой-то участок дороги традиционно дал детеночку порулить справа поворачивай право руля так право руля вот просто есть право руля оп прекрасно традиционно не в смысле что я ему постоянно даю порулить а в смысле что наверное каждый своему ребенку в определенный момент его жизни дает поуправлять своим транспортным средством возможно три с половиной года для мотоцикла рановато но мы так совсем чуть-чуть попробовали метров может сто каких двести проехали не больше ну и после того как уже дома отдохнули немножко пришли в себя все такое решил еще немножко поковыряться с редуктором это редуктор не мой это редуктор меня попросили собрать кстати ироника в том что помните как я воевал со своими редукторами и наверное штук семь ступиц перебрал и все были с биениями там две две с половиной десятки и блин на этом редукторе который человек просто принес первое попавшееся вот сделай пожалуйста биение пять соток классно да ковыряешься ковыряешься пол жизни с этим у тебя скопились ступицы все с биениями а человек практически даже не мотоциклист просто строит Днепр я ему недавно мотор делал тоже были видео принес единственный редуктор который у него был вот просто вот лежит сделайте пожалуйста и там редуктор с отличной ступицей правда на ведущей шестерне был один скольчик пришлось менять человек был предупрежден что пары не притерты будут гудеть но новое было решено не покупать ну хозяин барин мне как попросили так я и делаю вот и снимать естественно этот процесс уже не буду и вообще видео будем заканчивать я еще хотел кроме того чтобы попрощаться сказать что немножко изменилась у меня ситуация в жизни на работе в частности не в жизни в жизни слава богу ничего не меняется и работать я сейчас буду на основной работе столько что не представляю когда снимать видео честно говоря ну скажем так мой рабочий день будет заканчиваться после десяти вечера каждый день пять дней в неделю ну ладно иногда после девяти но это чувствую на начальном этапе такого не будет так что ребят видео будут выходить по возможности по возможности то есть как я буду себе позволять прийти в гараж поковыряться так я и буду снимать но какое-то время это будет происходить реже к сожалению так сложились обстоятельства что отказаться от такого расклада у меня возможности нет ну как возможность есть как бы уволиться тогда не надо будет так или какое-то время потерпеть и продолжить работу поскольку я в этой компании уже седьмой год или шестой не помню в общем довольно долго и мне все нравится то увольняться пока я еще не готов так что будем страдать будем работать до ночи не знаю что еще сказать очень я этому не рад вот прям очень да за это доплачивают да за это доплачивают много но я не хочу но выбора у меня нет так что так что вот здесь еще у меня 750 моторчик на него уже практически он собран можно сказать все готово осталась только цилиндропоршневая группа и там тоже уже в общем все готово расточено отхонингованно подогнано под поршни жду я когда мне с фрезеровки отдадут цилиндры я там немножечко верхней плоскости фрезернуть попросил на полтора миллиметра чтобы ну хоть чуть-чуть поднять эту несчастную степень сжатия которая у этих моторов как бы ну уж совсем не блещет вот как то так так что все ребят такая покатушечка классная вышла новостями поделился так что все всем удачи счастливо спасибо